всем доброе утро мы сегодня пораньше проснулись я вообще встал 7 утра позавтракали покушали пообщались а сейчас уже 11 часов утра и мы решили пойти погулять по городу потому что не будний день никуда ехать не будем в плане за городом потому что сейчас все литовцы сейчас там отдыхают дачники очень много кто бы выезжал именно по выходным городе ват меньше людей как не сказали меньше пробок все такое поэтому пришли поехать сегодня в центр перед домиком у них вот такие вот тут цветы тюльпаны такие красивые тюльпаны все ухожено все так вот машины все культурно стоят никто никого не перегородил и тут нет такой то есть тут паркуется кто что гораздо то есть например это нет например что-то твое место и твое место нет все паркуется свободных местах не как у нас ой это мое место ты почему здесь стал ругаются скандист такого нет пришли в торговый центр до такой большой интернет безлимитный стоит 5 евро представлять себе такая очередь смотри больше так пахнет топленым маслом да таки вот такой торговый центр небольшой считается недалеко от нашего дома в принципе недалеко а ты куда пошли давай идем к папе а мама пошла там за этим да сейчас надо нам помню карточка нашим все счет мы пополнили сейчас зашли магазин хотим купить сыр уже натертый да чтобы хотим приготовить картошку по-французски сегодня на обед вот сейчас закупим выбор конечно здесь большой ребята это все копчености колбаса молочка хорошо здесь очень хорошая молочка качественная к сыр baby у нас в баку стоит очень дорого здесь стоит 269 возьмем короче только один это считается небольшой магазин по меркам европы по меркам виниться назвать ики цены это одна звездочка есть два три это одна звездочка но по размеру он как наш большой браво хотят и считается самые такие маленькие магазины имеется ввиде супермаркетов и цены здесь или такие же как у нас или дешевле или на один-два моната дороже на один-два моната на прям мясо на 2 моната дороже но говядина здесь очень красиво такая видно что там сочная там без жилок без ничего там чисто телятина стоит тут например восемь евро девять евро вот такой принял стоит евро восемьдесят девять у нас он стоит моната 45 немножко потерялись ищем иру с мамой а значит что еще заметил очень много пожилых очень мало молодежи вот я стою сейчас вокруг меня все походят только одни пожилые люди молодежи вообще нет хотя сегодня выходные да и все таки ухоженные опрятные и все с этими с тележками пожилые женщины ухаживают красятся такие все чопорные да такие все из той стороны да я же говорю вот они все там столько байкеров ребята вообще вот видите вот это все байкеры там наверно не знаю 500 600 байков сколько там еще едут еще едут да вот видите к ним едут ребята прикольно а там получается речка ну как речка река пришли на местность называется три креста чтобы подниматься чуть выше то такие красивые ивы впереди вот все видно деревья такие все высокие тепло опять как ни странно тепло даже жарковато немножко все ребята мы поднялись подъем в принципе невысокий но вид конечно очень красивый офигенный вид ребят людей принципе не так уж и много где мы сейчас он как расскажу на мы находимся у башни геденина отсюда открывается на новый на старый город спасибо за информацию это речка как вилл вильна вильна но на широкая такая ребята большая речка видите там вышка это вот это вот там вот мы живем возле телепашни подъем тебя стоил 1 евро человека вообще я говорю что теперь для украинцев бесплатно но мы не стояли спрашиваю там евро так и евро заплатили 3 евро поднялись папа ищет сейчас место где можем припарковаться потом к нам поднимется спускаться мы будем по этим лесенкам вот это уже бесплатно мы сами так знаете поднялись так что фуникулер увидеть туда проще спуститься интереснее чем подниматься конечно поднимающийся тоже много прикольные забыл там не снял там вообще интересно было в основном инстаграм все снимали ищем сейчас церковь святой анны папа там стоит ждет нас бедный так и не смог припарковаться тут просто жесть с парковкой он целый час крутится вокруг нас сейчас мы идем туда тут лучше всего ехать или на автобусе или на траликах на великах очень удобно кататься по всему городу велодорожки просто по всему городу вот эти прикольные милые улочки такими кафешками маленьких людей отдыхают ребята вот здесь находится ужупис весьма видно давайте такая типа мини-мини республика внутри вильнюса который отделяет от вильнюса только вот эта речка и мост да да ну да типа там живут в основном творческие люди у них есть своя конституция своя армия человек и раньше они хотели отделиться потом как-то очень договорились с властями и они остались составе вильнюса но как бы все но они имеют все свое можно сказать то есть раньше это был довольно бедный район и здесь такие люди творческие могли себе позволить жилье но потом этим заинтересовались люди побогаче начали скупать жилье и это место приобрело современность вот уже пио республика ищем место где мы сядем покушать проходили мимо одной кафешки там такой запах сел аж за 300 400 метров мы по запаху на все это кафешка так это индийская кухня просто вкуснейший был аромат но просто мы все не хотим из кухни мы сейчас я посетим сейчас мы ищем место где будет национальная литовская кухня а ведь сколько людей тут сидят шумные ребята сидят тоже сзади вот сейчас или место теперь цепилина называется до цепилина называется что-то наподобие взрос украинское блюдо взрослого типа типа такого картошка внутри начинка нам принесли первое блюдо это свекольник или холодник и домашний квас мы снимать не можем а вот потому что болельщики национальные блюда цепилины цепилины так как все со свининой я мне пришлось заказать себе просто без троганов но он тоже сделан как в национальном стиле сказали так что будем пробовать заказали салат с жадным творогом это тоже типа национально семечки огурцы помидоры зелин рукава самое смешное что мы поели встали и вот эти вот болельщики тоже ушли они тут орали нам говорить нельзя было нормально не слышно значит насчет получился 67 монах 67 евро 3 евро мы остались чаевые но я вам скажу ребята для центра это неплохо для четверых людей это было очень сытно я прям обожрался можно сказать все разнообразно все было вкусно но неплохо обслуживание ребята опять вот вот мы на первой поселиться на скажем обслуживание европе конечно очень слабая очень это просто но ничего зато мы вкусно поели все хорошо все жаловаться на что тоже больше не будем а то никто мне нравится но это факт мы снова вернулись к уже писал это такая республика небольшая то что припаркован наша машина сейчас поедем и покажем вам эту маленькую республику но это скорее всего даже не просто республика такой милый райончик вильнюсе не нет но это это сейчас как шуточной форме а все таки люди кто где живут многие все не считают себя как бы как отдельно республикой достопримечательность уже писает ангел с дудкой и там поросенок если видно кабанчик такой бронзовый вот тут везде такие вкусные ароматы вот ароматы кофе ароматы еды прям знаете не раздражающие наоборот хотя мы поели но знаете вот только там аромат стоит на всю улицу приятный а здесь конституция на многих языках известных языках не знаю есть я думаю на вряд ли я думаю на это да это конституция так ищем азербайджанский турецкий кстати даже есть на азербайджанском языке конституция уже пис обязательно нужно посетить если вы были вильнюсе потому что есть что посмотреть есть интересные кафешки дома интересные люди там также знаете вот по-своему интересны все так одеты тоже необычно да вот вот чисто хипстера да вот там как будто находится так что так вот рекомендацион возвращаясь уже к машине увидели такие дома интересны но очень стильно конечно вам очень очень-очень-очень там где стоматология клиника если интересно находить такие клиники в загранице но вот это не похоже на вильнюс стоит знаете туда стильно красиво такая арка там горилла это не про вильнюс вот там тоже таки белые дома видите опять в украинский флаг везде он просто так ну все ребята сейчас мы поедем домой смонтирую вам влог сразу же выложим его потому что здесь очень быстро выкладывается влоги я никак с вами не попрощаюсь опять по пути встретили такие дома очень стильные вообще вот топчик какие-то домишки интересные вообще не знаю что за стиль какой-то даже больше скандинавский шведский стиль вот сдержан вот ведь вот просто обычный минимализм это красиво такие вот подавали тона специальные коричневые серые зеленые черно-белые все как красиво смотрится сочетается а ответь тут тут как будто отлетела это самая плитка некачественно значит делать